Погружение в храме в нашем. Отец Николай будет крестить в купеле. Но моя мама, она облитая. Ее облили под именем Лия. Еще там, сколько лет назад? В 2015 году. Но вот сейчас будет погружение, крещение. А кто ролик выставил, как Алфеев ребенка крестит? Ролик выставил? Не знаю, я не выставлю. Он крестит, крестит. Просто ребенка, как чашка такая, положил сверху. Ну, никак не ожидал. Он прямо кверх ногами опрокинул, что мы говорили. Прям душа заболела. Никаких причин нету, кроме безумия. И проклятие Божие. Должно быть полное погружение. Так и называется погружение. Другого перевода нету. Евнух и Филипп сошли в воду. Вот как у нас в кресте деревни. Батюшка заходит в воду. Люди по одному одеты в форму, кажется, белая одежда. Ну, мама-то видела, наверное, крещение, как у нас? Видела, видела, конечно. Видела, да. Вы немало не сомневайтесь, потому что Бог будет судить нас по слову Божию. У Бога национальность не играет ведущей роли. В мировой истории. Это евреи. Все остальное называется язычники. 2896 наций. Поэтому татары, там русские, китайцы. У Бога главное покаялся ты. Принял ли Христа как своего спасителя? Поверил ли ты, что эта жизнь короткая? Мы все умрем. А с чем мы предстанем на суд Божий? Поэтому спасись никак нельзя, кроме того, чтобы за нас кто-то заплатил. За наши грехи, за наши мысли, за отношение к людям, к Богу. Это Христос взял на себя. Это 1.29 Евангелия Тиана. И веруя в Него, мы имеем прощение грехов. А кто там как? Господь знает вас. Вот смотрите, как это ваш сын. Это удивительно. Моя биография непростая такая. И как мы нашли друг друга, это дело Божье было. И так нашли, как будто бы мы не то, что от одной матери, а близнецы. Все у нас одинаково, все сходится. Даже подумаю в другой раз что-то. Гляжу, уже делается. Я вам благодарен за сына. Для меня, мне 84 года, это, конечно, уже что-то. Ну, это подсобие большое, особенно сейчас вот работать тут в интернете и везде. Обычно у меня тут хватает, которые люди занимаются этим, программисты. Ну, не дождешься, что-то не ладится. Тут только щеркнул, гляжу, он уже зашел, стрелка летает у меня по экрану. Готово дело, до свидания. Вот как, он при... да. Игнать Сихович, а я вам благодарна, потому что Славик не попал в этот... На мобилизацию его не взяли, потому что он туда подходил по всем, вообще, категориям. И он туда не попал, благодаря вам. Спасибо вам огромное. Мы молимся об этом, конечно, говорим об этом, и Господь отвечает. Притом, так отвечает, что в других странах вот. Только думали, говорит, молиться, а вы в это время зашли. Зашли. Другой раз, один, который, этот Яковщук, спал в Америке, он поехал там зарабатывать. Ночью подошел, я как пнул его по ногам, что лежишь, вставай молиться. А кто ты? Он меня не знал, не слышал. Но я и назвался. Он меня нашел, и с тех пор сейчас все у нас слушает. Это Бог делает. Другой раз, там, из Японии, допустим, или тоже, пришел, пнул, поднял на молитву. Что это? Одинаковый сон всем снится? Да так больно, говорит. Я все смеюсь. Знаете, Куча, просто я сейчас очень нервничаю. Там у меня мой папа, Бабай. И он мусульманин ярый. Я тут разговариваю с вами, а я как бы вот он там ходит и уже лютует. Уже сегодня с утра мы с ним немножко поругались, потому что, ну, он очень нервный, раздражительный человек. По любому поводу раздражается. И все, вот, то, что я с Христом, то, что у меня такой сын, его это очень выворачивает наизнанку. Просто раньше была мама, я за ней ухаживала, и какой-то был буфер. Вот той энергии, которая исходит от него, все-таки она так немножко брала на себя. А сейчас это все вываливается, и тяжело. Мне хочется бесконечно сразу же бежать из дома. Да нет, доверьтесь Богу. Понимаете, некоторые сегодня под пытками показывают, как мусульмане, мусульмане, как их казнят, как их привязывают, как их выжигают. Ну, официально съемка идет. Это каждый день, патриарх Кирилл об этом говорил. А мы-то на свободе, поели, свободно идете. Если все о нас будут говорить хорошо, Господь говорит, горе вам. Христа гнали, апостола обгнали, а я кто такой? Врагов у нас тоже хватает. Почему? Нечистая сила, демон есть. У них спасителя-то нету. Это вера во многом хорошая. Там, как они за женщинами смотрят, она не шалава растет. Как они уважают родителей, беспризорных детей. Я говорю о больших странах, больших. Иран, Ирак, Саудовская Аравия. А у нас-то даже этого нет. Но у нас есть Христос. А у них нету его. Они Иса называют. А он-то другой совсем. Между ними 2000 и с лишним лет. Они совсем не знают Бога. Вот передо мной прошли здесь в прошлом году 2600 мусульман. Я им показываю вот эту книгу. Вам видно, нет? Да, видно, видно. Видно. Я отвечаю, какая сура, это сура глава, аят. И ни один не считал. 2600 человек, и ни один не считал. Я говорю, вы такие, как православные, тоже. Ничего не знают. Я очень каждый день беседую с мусульманами. Каждый день. Я знаю, о ком говорю. А одно, что у нас Спаситель Христос. Вот я служил в морфлоте, а потом на Балтике работал. Когда я обратился, в 24 года. В 23 было. Я знаю, что я проявил. Да. И вот я говорю, вот мы с мусульманином там, это, вместе с моим Махмуд. Я говорю, сейчас волна поднимается в море, это там, цунами, другое. И нас сбросило. Корабль только видны, уже огни его. А лед плавает. Лединки плавают. Больше пяти минут не прожить. Ты спасен или нет? Он не знает. Я говорю, а что нужно добро делать? Ну какое добро, когда мы в океане одни? Не знаю, говорю. А я только сейчас вот говорю, Господи, Ты умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня Ты искупил. Благодарю Тебя, Господи. Прими мою душу. Тело потом воскресит, Господь поднимет. Его рыбы съедят, а Господь его целым сделает. Которая не будет ни гнить, ни стареть, ни болеть. Ни жару нету, ни холода, прохлада, как говорится. Вот я говорю, теперь давай. Ты успеешь сказать, говори. Господи, прости меня. Ты не бойся никого, потому что никого больше нет. Мы людей не увидим. Ты понял? Вот понял. Вот видишь как. Они, эти люди, очень благодарны. У меня дедушка был по матери. Мать у меня Мария Егоровна. Это Егор. И там проезжали какие-то с Казахстана. Куда они ездили, я ничего не знаю. А дед мой жалчел. Он им и скотину покормит. А он жил на самом отлете из деревни. Но их не принимают басурмане. Кого с ними разговаривают? Они же не православные. А дед мой так не рассуждал. Он их накормит, напоит не за деньги. Ну, они такие. Как-то он поехал и попал в их аул. Они его с телеги стащили. На руках по всему аулу тащат и кричат. Это тот, который нас принимает. Вот видите, нас сродняет доброта. Это у меня, видимо, от деда такой есть. Я близкий к мусульманам. У нас были, принимают крещение даже было. Принимают Христа. Другого выхода нету. Он один. Я не знаю, а то шов-то этот ездор-то. Он тоже как-то, наверное... Ну, он там что-то, да? Ну, у него восточное тоже все. Да. Поэтому ни грамма не сомневайтесь, если мать, она вам в тягости не была. Потому что она одна. А отец теперь такой. Благодарите за него Бога и молитесь. Ему ничего не говори. Последние дни, может быть, ласку ему надо... Ну, сделайте как-нибудь. Он же не чужой. Не было боевой вас, не было. Вот, да. Вот так и стараюсь. Ну, вот и Господь благословит. Мама у меня была очень добрая. Очень добрая женщина. Ну, вот за маму награда вам, может быть, маленькая будет, а за отца большая. У Бога Господь смотрит. Гнали тебя, преследовали. Это как не вас преследует, который вас преследует. Меня преследует, говорит Господь. Кто касается вас, кто касается зеницы, ока моего. Вот как. И ты благодари Господи. Не вменяй ему, он не знает. И все говори. Христос любит тебя. Покайся, отец. Вы думаете, так надо говорить? Я как-то пыталась с ним разговаривать. Ну, попыталась с ним говорить. Давай, говорю, поговорим. Во что ты веришь? Давай поговорим. Но он же закрыт. Ну, да. Закрыт полностью. Он даже тебя, слушать тебя не хочет. Он сразу впадает в гневливое состояние. Ну, это сегодня. А вот будем молиться вместе-то об отце-то. И Бог даст, может его сердце смягчится. И он в одну минуту может превзойти нас. Последний станет первым. Может быть. Ну, что-то как-то не очень верится. Так все это глухо стоит. Там такая броня. Там столько гнева. Там столько раздражения. Но он всегда был такой гневливый, раздражительный. У нас дома... Мы росли в скандалах. У нас тут топоры летали. Ножи летали. Это как наш отец такой же был. А вот есть такой поэт самый любимый. Он 24 года только жил. Надсон, Семен Яковлевич. И он там написал поэму «Христианка». Вячеслав, найди маме, прочитай. Ее, который допрашивал, Надсон, надо сон. Еврей, уверовал. Еврейский человек стал православным поэтом. И вот у него такая жизнь тяжелая была. Тогда это называлось как болезнь такая, что-то такое. Как щахотка. И вот он написал поэму «Христианка». Допрашивал верующую, который допрашивал прокурор. И он обратился. И как он вышел, когда на арену, уже суд выносили. И вышел. Я христианин. Ну, и тут тигрица на него бросилась и все. Это одно мгновение. Ему уже на той стороне. Это навсегда, навеки, вечно со Христом быть. Любовь. Ему имя – любовь. Вот как. Вы просто доверьтесь этому. Мы будем молиться. Я уже сегодня, поминаю, пришел на днях. Вчера, наверное, Тестово-то, знаешь, Константина-то. У него мама запивается. Пьет. И он ничего не мог сделать. Говорит, ключи отнять. Ни то, ни сё не дает. И вчера она вышла в эфир, вместе помолились. Они встали там. Я говорю, если вы согласны с молитвой, я прочитаю молитву. А вы скажите. Я скажу «Аминь». И вот ты скажи «Аминь». И она сказала «Аминь». Я немало не сомневаюсь, что это не во вред будет ей. Вот она, говорит, как полочка, запьет и уже в больнице лежала и болеет опять. А так, посмотришь, никогда даже не догадаешься. Она на 20 лет моложе меня. Так она, наверное, русская. А она? Да, конечно. Ну вот. Это ж когда... Когда... Как сказать? Всё равно немножко проще, когда ты вот тут и в русских... Когда ты с тобой живёшь, тут всё по-другому. Сестра, для Бога-то это какая разница-то? Нация, миллиард людей или один. Он Бог. На сердце её повлияет и всё. Евреи как были против Христа. А смотри как. Три тысячи обратилось. Пять тысяч. Вот и всё. Так что... Сейчас по парам-то наоборот больше обращаются. Да. Я вот вижу, что хорошее. А вот вы хвалите мусульман. Я говорю, я говорю, вижу то, что у нас нету. Я с ними говорю. Они говорят, а у вас дома по-другому. Престарелых есть. Конечно, есть. У нас, говорит, ни одного не было за 1400 лет. А дети беспризорные. Ну, отдельно там есть. Такие принимают приюты. У нас, говорит, ни одного нету. Его убили. Восемь детей. К утру всех разобрали. И воспитают как своих. Видишь, что мы никогда не скрываем, что доброе мы доживем везде. Потому что всякое доброе даяние от Отца Светов. Это Бог так полагает. И вот эту встречу, чтобы у нас была встреча, это от Бога. Это не просто так. Я вот искренне благодарю вас, Вячеслава. Я как вспомню, так, Господи, да за что же ты мне даешь это такое? Ну, обо всем, о чем бы ни говорили. Вот сейчас готовим к изданию у меня книги. У меня 38 томов книг выходило. И он самую концовку эту дальше подводит ему, когда кто, я даже не знаю, как бы взял. Он много трудится. Ну да. Он очень много трудится. А вы не могли бы летом приехать к нам в гости? Пока есть баба, и навряд ли. Никак. Его не оставишь. Он, на самом деле, такой... Так оставлять не надо с собой взять и все. На машине привезти. А он среди нас, а там другой бы был. Там и порыбачить есть где. Он увидит, сколько раз мы намаз совершаем вот здесь. Они все... Пять раз, у нас семь раз молитва идет. Но это наша группа только такая. Так что ничего, все может по-другому быть. Ну, вот это моя самая большая проблема, потому что сейчас я ее... Ну, так жить же не хочется в таком раздрае. И я все время... Внутри у меня какая-то идет вот... Я держу всегда оборону. Один из слов, я всегда держу оборону. У меня такое ощущение, что я всегда обороняюсь. Так это маму-то на три... Ли и я теперь. Мы все... Будем молиться тогда. У вас что-нибудь есть сказать? Нет. Тогда давайте помолимся. А то у нас сейчас идти надо в церковь уже. Поблагодарим. Мы, если согласны будете, скажете... Я скажу аминь, и вы говорите аминь. То есть истина. Отец наш небесный, слава тебе за великие милости твои, за сына твоего Иисуса Христа, Божий великий. Ты позволил нам встретиться на этой земле, поделиться радостью общения. Хвала тебе. Благослови. Илья, сестру и брата Вячеслава. Умягчи сердце их отца. И нас помилуй милости твоя ради. Откройся ему твои святости. Дай силы терпения перенести. Что бы ни было, Господи, но без твоей воли волос головы не падет. И малая птица не остается без внимания. Господи, как ты велик. Слава тебе за голговские страдания, за пролитую кровь, за каждую нашу душу. Ты, как добрый пастырь, ищих и потерянных овец. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава. Тебе счастье и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот так. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Игнатий, может, какие-то наставления, потому что завтра... Наставление одно. Довериться Богу. И не считать, что твои страдания, они выше других. Рождаются без рук, без ног. Бывают такие, даже перевернуть нельзя. Переворачивать больного, у него сразу ребро ломается. Которые в плену, издеваются над ними. Еще только нет в мире. А вы дома, рядом сыновья, комната чистая. Пищи достаточно. Никто не мешает молиться. Мне вот Бог позволил пройти по пяти тюрьмам. Ну, там невозможно, кажется. Я заходил уже к вечеру, буквально вся тюрьма слушает. Это Бог делает так. Он видит мою немощь, людей смиряет. И начальник. А ведь я говорил против партии. Начальник вызвал. А то вы сказали, что конец КПСС. Ну, я говорю, Христос воскрес. Вот так, понимаете, в рифму подходит. Мы вас гнаем здесь. Я говорю, Библия, говорит? Библия. Ну, наверное, так и будет. Сразу, прям мгновенно переменился. Одна женщина водила. Вызывают кого-то, посылают, ну, дубаки называют. Она по форме одета, небольшая. Ее Эльза Кох звали. Такая была в фашистском где-то лагере. Она издевалась над людьми. И она меня повела. А я заранее, когда готовился, выучил на память. Пасха меняется все время на 20 лет вперед. Я думаю, мне лет 20-то дадут. И шли, когда у меня с собой написано бумажки. Она говорит, а вы праздники знаете? Я вытащил и подал. Она совершенно другим человеком стала. И обратно, когда идешь от следователя, даже, ну, зубок от чеснока нельзя взять. Она говорит, берите все, что хотите, я вас доведу. Я когда стал в камере говорить про это, все не верят. Это Эльзы Кох вот сами так, да? Зазомбировали ее. Одна встреча только была. Охранники откроют камеру и стоят, слушают. Один слушал, слушал, когда в воскресенье кормушка открыта, куда еду подают. Он вот так, как хлопнул, вот такой кусок сыра мне. А я его облечил, я говорю, вы материтесь? Я говорю, это как одна крошка хлеба в тюремной параши, не поймаешь, о чем ты говорил-то? Его так тронул, он у меня сыру кусок. И когда мы были у мусульман, у нас миссионерская поездка была. Я сейчас не помню, это Дагестан или что-то там было. Как они нас приняли? Мне говорили, вам охота умереть за Христа. Ну, молодых-то зачем с собой берете? Ну, шофер и второй проповедник. И вот мы в Чечне. В Чечню нельзя ездить, головы режут. А с нас приняли как родных братьев. Выйдут, молодежь идет, спросили, где библиотека. Сейчас мы с вами пошли за нами, а там юные чеченки, у них какое-то собрание было, там вроде их министр по образованию был. И они вышли, с нами сфотографировались. Их нельзя фотографировать, ничего подобного. А там магазин завели, берите, что вам охота надо. Чечня. Первый раз видим, потому что Бог впереди идет, ангел-хранитель. Так что, дорогая Илья, поверьте, что у Бога много всего для нас приготовлено. Видите, как и Господь слышит, и Вячеслав молится. Я сейчас буду поминать, пойду в храме буду молиться о вас. И ночью, когда встаем молимся, это за вас. Молитва будет перед Богом. Вы обязательно должны почувствовать теплоту и радость. Видите, как это Бог делает, что мы сегодня встретились, я очень рад. Потом Вячеслав... Я вас уже знаю и слышу с 19-го года. Ух! Я уже всегда слышу. Ой-ой-ой. У нас голос, это всегда здесь, он присутствует. Ну, Господь же так вот делает, видишь. Я очень рад, Вячеслав, низкий поклон тебе. Ой, как ты привел маму. Если бы моя мама была жила, они бы были друзьями, а моя мама, у меня было 10 детей, двое умерли, было 12. И вот она работала всю жизнь. И в самый момент, когда колхозы, совхозы переименовывали, надо было в это время работать. А у нас отец с фронта пришел, руки нету. И материна мама живет. Это материна родные братья. Три ушли на фронт, ни один не вернулся. Никакой льготы нету. И наша мать, одна, 10 детей, и как мы жили. Ну, 10, ну, ясно дело, что это бедно. Ни одного больного нету. И мама моя тоже обратилась. Обратилась, у меня стихотворение есть, как мы, читал, наверное, там, с уливки мы идем, вместе запел я, вместе плакали, молились. И она приняла Христа. А как она проверяла, от Бога ли вы, или улей? Да. Она пчел держала, и загадывала. И, сделай, сынок, улей. Ну, а улей-то это, сделал я, ну, какой я? Ну, он плотный, там, чтобы нигде не пролезли. И сверху. И она, самая такая, слабенькая семья, посадила туда, и загадала. Если будут работать, то, значит, правда на моей стороне. Надо, чтобы со священником было, а не без священства жили, староверы. Да. Мать пошла через неделю, переполненная, все. Она, она, на колхозной пасеке работала, из твоих 25 улей было. Она знала. И она тогда их откачала, мед-то, и пустые опять поставила. Неделя прошла, только полную. Так не бывает. Пчела-то она там полграмма несет-то. Откуда мед? И тогда пошли в соседнее село, где у них там руководители были. Ну, там, какие руководители-то? Молились только. И, и дорогой, когда шли, и она обратилась к Богу. Она поняла, Господь один, Евангелие. А вот, Евангелие считаете, вот, ты можешь, Вячеслав, вы, я считаю Евангелие, там, на сайте. Златоустость слушать, ну, работайте на кухне, включи и слушай, я с вами буду каждый день. Я около 50 томов насчитал, еще в 80-е годы. Ну, вот так. Нисколько не думайте, что вам трудно. Забудьте про это. Господь любит вас. Непременно Господь сделает легче ваши страдания. И вы тогда вспомните, которые в плену где-то, что с ними есть там, которые-то убитые валяются, а я дома, в тепле. Ого! Конечно. Я понимаю. Я близко всех, кто не принимает. Ну, все. Так что, все время знаешь, что есть сколько людей на земле, которые умирают от голода, 70 тысяч. От голода. А у нас хлеба хватает. И за все благодари Бога. За эту возможность молиться Ему. И как только трудно или что-то какое, заходите опять. Мы опять помолимся вместе. И Господь вас начнет поднимать. Вы даже забудете, что трудно. И как только не будет отца, и ты подумаешь, я много лучше могла бы ухаживать там, говорить ему. Может, обратился бы. Я так же про маму думаю. Вот такое дело. Я это все испытал, знаю. Никогда не отчаивайся. Это последнее дело. Согрешить – дело человеческое, а отчаиваться – дело сатанинское. Да, мы немощные, да, нас Бог сроднил. Как бы ни Христос, мы бы с вами никогда не встретились. Это Ему слава. Бабай в тонусе держит. А-а-а. Он говорит, у нас просто в тонусе держит. В тонусе держит в тонусе. Не дает расслабляться. Не дает расслабляться. В тонусе Бабай держит наш. Да-да-да. Да-да. Вот и все. То есть это... Ну, сейчас, допустим, тогда, когда я ехал на Крещение в девятнадцатом году, он никогда не интересовался, куда я езжу. Никогда. Ну, допустим, я могу поехать в Крым. Он говорит, о, хорошо, все хорошо. А тут я ему не сказал, куда еду, но я сказал, что еду в Сибирь. Он сразу почернел, и сразу сознание стал чирять от злости. Сразу же. А-а-а. Притом он сам не понимает. То есть это не на уровне сознания. Да. На уровне сознания ничего нет. То есть он не имеет ничего на уровне сознания. Да-да. На уровне просто внутренних чувств. Вот. И здесь то же самое. Вот завтра мама Крещение принимает, а сегодня мы беседу запланировали. И уже с утра он начал маму постоянно давить. Он не знает, почему это делать. Не знает. А-а-а. Сейчас, допустим, пройдет время, и как будто ничего не было. На следующий день он абсолютно добрый, хороший, нормальный ходит. Как будто ничего не было. Ну вот это одержимость бесовская. Когда вы поехали, ему откуда было знать-то, чтобы там другая жизнь пойдет? Неоткуда вообще. Он не знал ничего. И знать, вот. А оказалось, мы недавно с ним разговаривали. Он немножко выпил и стал рассказывать. В 90-х годах, оказывается, он ходил к Ашпировскому местному постоянно. Каждую там неделю, да? Ну да. Вот. И там-то в него, видимо, засадили это дело. А-а-а. Где-то в 90-х годах он к местному, вот тут в Татарстане был слой Кашпировский, и вот он к нему ходил. И тот его лечил там голову, и он рассказывал мне по пьяни, вот недавно. что тот сделал что-то с ним такое, что он как будто подвешенный, говорит, вниз головой висел. Как будто. То есть это как иллюзия такая была. И у него сердце из груди там вырывалось, и он потом это как-то остановил. Ну то есть подвергался тяжелому бесовскому воздействию. Да, это так. Это не просто. что-то тут еще не сделаешь. Только борьба молитва. Усилим молитву. Ну и вот по этому думаю, может больницу положить, надо дома светить после этого. Понятно же дело. Ну вот этот святой, почерпни, где пою, священника возьми. Покропи везде, когда его нету. А, ну это я делал. И постели, все ему капельками окропи. И все. Это Господь. Он не на уровне сознания то с вами борется. На уровне сознания у него ничего нету такого. Он сразу все забывает. Вот я через которого обратился, Михаил Еремеев-то. А он был, как сказать, ну самолеты сбивает там в блокированном Ленинграде был. Зенитчиком был. Ну ему ранение такое было. Рука-то осталась, а ранение рука не дает ему поворачиваться-то. И он в поезде едет, а напротив сидит человек какой-то. Никогда не видел его первый раз. Видно, что неверующий. Как посмотрел так. Ты кто такой? Он только говорит, то я верующий христианин. Ты собачий сын. Он выдал руку раненую. Собачий сын. И ничего никак нельзя. А другой человек обращается к Богу. Вот у меня в стихотворениях там есть сколько, какие люди. Это Бог делает, поэтому он знает наши силы. Другой говорит, я бы это не выдержал, тебе и не дается, тебе дается другое. А то бы я не выдержал. И когда мы молимся, Бог разнарядку дает, кому какой крест нести. Крест – это наше страдание, неудовольствие. За все надо Бога благодарить. Да. Ну, Игнатих, ну, смотрите, вот он, хотя, ну, считает себя мусульманином, да, но он нам, ну, понятно, он сейчас болеет, и болезнь это ему на пользу идет. Он, когда болеет, он не такой гневливый. Если бы он не болел, то мы бы даже тут жить не жили бы. его болезнь смиряет, как бы, да, его смиряет болезнь. И вот, ну, он, он периодически требует, чтобы ему алкоголь какой-то дали. Вот если он не выпьет, он, ну, просто-напросто злой, как собака становится, да, и бросается. Ему можно вино давать, нет? А по-другому никак нельзя? Нет. Ну, никак. Я уже все рассмотрел, все варианты, которые, ну, никак нельзя. Просто, он просто начинает искать, и подходить, иконы может на них, ну, то есть, везде начинает, как бы, этим его не утишишь. Это ему это не надо. Это дьявол просит. Я считаю, не надо. А как-нибудь попробуйте обойтись без этого? Подаете что-то, маленько туда святой воды, капни, которые есть, чтобы как-то благодать касалась его? Вот он вот столько вот выпьет, и все успокоится. Вот ему вот столько надо. Ну, сам смотри, если уж не посильно, то счет сделаешь, то есть, никак вообще. Я-то, он меня просит постоянно, я-то никогда никуда не хожу, ну, ему ничего не покупаю из такого. А вот мама, она уходит и принесет ему иногда. Я тоже, я думаю, не грех ли это. видите как, видите как, если, помолись, как я не могу на этот вопрос ответить, я их не знаю, не видел. Я бы встретился с ним, пожелал. Ну, глухой тоже. Это я вот с вами разговариваю и всегда громко кричу. У меня, потому что привычка, у меня два дедушки, оба глухие. Ну, кто его знает, как говорит, не пренебреги в старости, когда умом искодевать будет. Ну, я говорю, три глухих, это значит, кричать приходится. Да. Так. Спаси Христос. А потом сам кричишь из-за того, что громко, и сам из-за этого заводишься. Потому что говоришь, что громко. Вот у меня кто-то скинул мне один, одну проповедь и там сделал желтым. Я никак не могу эту желтизну убрать. Когда будете, потом сами уберете. Ладно. Как-то не навели ее, ни Володя, ни я не можем убрать. Обычно делает синий или как-то, я переведу на черную и нормально будет. Вот. Ну, тогда ладно. Ну, ладно. С Богом. Храни вас Господь. Да благословит. Господь и смирит Отца. Богу слава. Аллилуйя.